От лица практически третьей жителей обращаемся к вам с таким вопросом. 5,5 тысяч подписей и один единственный вопрос – построят ли в Подресково школу? С этой проблемой группа инициативных мам обратилась к главе ХИМА к Дмитрию Волошину. По словам женщин, местная школа на 650 мест и пристройка к ней – это еще 450 мест – не способны вместить всех детей микрорайона. Тем более, что за последние 12 лет число квартир там выросло на 6 тысяч. Молодые мамы негодуют, почему застройщики возводили дома и не заботились о появлении в микрорайоне социально важных объектов. По словам главы округа, причина была в отсутствии генплана по градостроительству. У него не было генплана. А почему его не было? Потому что и когда нет генплана, строишь как хочешь. Застройщик очень удобно. Как хочешь, так и строишь. Пришла наша администрация руководить в 2015 году, и мы заставили сделать генплана. Теперь так нельзя построить. На сегодняшний день главное препятствие на пути появления еще одной школы в Подресково – отсутствие свободной земли. Впрочем, работы в этом направлении ведут. Здесь мы только можем у кого-то отрезать эти два стола на гектара. В том числе ведутся переговоры с компанией «Голдфиш», чтобы у нее отрезать кусок, поменять вриношколу. То есть это огромная работа, которая ведется архитектурой, прорабатывается просто конкретный точечный участок. Я думаю, что мы найдем решение в любом случае сейчас и с этим, и с теми, и с кем-то. Очень, очень, очень просто. Вы просто не представляете. Вот это, это не просто подписи какие-то, это люди на площади поставить 5,5 тысяч мамочек. Вы просто не представляете. Обратились к главе и обманутые дольщики, которые пострадали от строительной компании «Ферсановка-Риверсайд-Парк». Сейчас организация проходит процедуру банкротства. Люди боятся, что останутся без компенсаций. Глава пообещал юридическое сопровождение. Надо брать и за руку сопровождать. Закрепить людей в длинных. Давайте мы тогда сейчас сформируем просто группу рабочую по этому объекту. Я юридически помогу, документы, если какие-то надо собрать, помогу. Но то, что нужно административно, я вам поможу. Напомним, встречи с Дмитрием Волошиным проходят несколько раз в месяц. Обратиться со своими проблемами может каждый. Узнать следующий день приема и записаться можно на сайте администрации или по телефону 8 495 572 73 38.